В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Размер платы за содержание жилого помещения состоялось очередное заседание Городской Думы. Мы, граждане России, саровские школьники приняли участие в патриотической акции. 9 танцев и 7 призовых мест коллектив Задоринки выступил на всероссийском конкурсе. Далее расскажем обо всем подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация предложила увеличить плату за содержание жилья на индекс потребительских цен, то есть на 4,3%. Однако экономическая обоснованность предлагаемого тарифа вызвала вопросы и у депутатов, и у жителей. По словам представителей Ассоциации Совета многоквартирных домов Сарова, управляющие компании не предоставляют в полном объеме отчеты по потраченным средствам. Как можно повышать тарифы даже на сотую процента, не понимая, на что тратятся деньги? До 2015 года еще можно было анализировать годовые отчеты управляющих компаний. Там была какая-то конкретика. Мы, анализируя эти отчеты, отмечали приписки, завышение объемов и оценивали, что две трети средств куда-то пропадали. Теперь же, как говорит Наталья Калиновская, в отчетах не указываются конкретные работы, их объемы и стоимость. В течение года не выполняются должным образом акты приемки выполненных работ, и разобраться, за что жители платили деньги, невозможно. Информация, которая размещена на сайте управляющих компаний, это просто, ну, там знаете что? Там по крупным видам работ указывается сумма. Например, электрооборудование, электроснабжение дома, да, и указывается сумма 62 348 рублей 58 копеек, сто чисто до копейки, понимаете? И никаких разбивок на конкретные работы, тем более актов нет. О том, что в реальность управляющим компаниям требуется на содержание жилья гораздо меньше денег, чем они собирают, говорил и председатель дома 15-Б по улице Шверника Алексей Потсизерцев. Этот дом два года живет по индивидуальному размеру оплаты содержания жилья центру ЖКХ. Эта плата на 30% меньше той, что установлена администрацией. Проанализировав отчеты на сайте его управляющей организации, он пришел к выводу, что средств на содержание дома осваиваются меньше, чем взимается по тарифу, предложенному администрации. Независимо от степени благоустройства, процент освоения средств, которые установлены администрацией, да, по данным типам домов, он значительно ниже, чем 100%. В среднем это 84%. Основной управляющей компанией, скажем так, нашего города средств для надлежащего содержания помещений и своего жилищного фонда достаточно. С другой стороны, в прошлом году тариф не повышался, а сегодня его предлагают индексировать на минимальную сумму. Мы понимаем, что в сфере ЖКХ тоже работают люди, и они тоже хотят, чтобы им хотя бы на 4% в год, как и всем нам, поднимали зарплату. Они тоже этого хотят. Они тоже хотят, они ходят в те же магазины, извините меня, и расплачиваются теми же деньгами. Но мы им отказываем в этом удовольствии сегодня. Как я понимаю, много предложений звучит именно в этой сфере. В ходе обсуждения поступило предложение добавить в положение по тарифам строку об изменении стоимости услуг в соответствии с индексом потребительских цен. И управляющие компании на основе этого решения смогут самостоятельно индексировать такую плату. Жители, если они не согласны с данным тарифом, если они не согласны с индексацией ежегодной на основании того индекса, который устанавливает правительство Российской Федерации, дальше они уже, как вот по положительному опыту Шверника 15-Б, идут и договариваются с управляющей компанией или с другой управляющей компанией, у нас все-таки рынок будем отмечать это, с другой управляющей компанией, а в том тарифе, который их устраивает. Поэтому предлагаю сейчас проект решения отклонить, повторно его рассмотреть на комитете с моими предложениями. В предложенной администрации проект согласования размера платы за содержание жилого помещения депутаты большинством голосов отклонили и отправили на доработку. Всеобщая диспансеризация для граждан России была введена в 2013 году. За последние пять лет программы охвачены практически все дети, а также официально трудоустроенные взрослые населения страны и пенсионеры. Профилактические осмотры позволяют выявлять опасные заболевания на ранних стадиях. В этом году вступили в силу изменения в порядок прохождения диспансеризации. Теперь люди старше 40 лет могут проходить медосмотры ежегодно. Выявление на ранних стадиях развития хронических, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и других факторов риска, которые приводят к инвалидности и смерти человека. Это задачи профилактических медицинских осмотров в рамках диспансеризации. Объем обследования зависит от пола и возраста пациента. Как сама диспансеризация носит добровольный характер, так и от каких-то видов обследования тоже пациент может отказаться. Но существуют обязательные виды обследования, особенно для раннего выявления онкологических заболеваний, которые нужно пройти ему обязательно. В мае вступили в силу изменений в порядок прохождения диспансеризации. Граждане старше 40 лет могут проходить медицинские профилактические осмотры ежегодно. Теперь не нужно искать свободное время на работе или писать заявление на административный отпуск для того, чтобы пройти медицинское обследование. Работодатель обязан оплатить день, проведенный в поликлинике. Для категории предпенсионеров – два дня. Сама диспансеризация проводится бесплатно. Эффективность диспансеризации определяется охватом населения. И нам, конечно, нужно охватить как можно больше населения диспансеризации этими медосмотрами, чтобы получить какую-то эффективность этой диспансеризации. Поэтому мы, конечно, призываем все население нашего города обязательно прийти в поликлинику по месту прикрепления, кто в первую, кто во вторую, и пройти диспансеризацию. В первой поликлинике большую часть медицинского персонала для проведения диспансеризации разместили на пятом этаже. Это сделано для удобства пациентов, чтобы они как можно меньше времени проводили в ожидании приема специалиста. Для прохождения медицинского обследования можно записаться любым удобным способом. Можно обратиться в регистратуру, и ему сразу скажут кабинет, где проводится у нас диспансеризация. В первой поликлинике это кабинет у нас 519, и во второй поликлинике это 307 кабинет. Можно записаться по телефону, можно записаться на сайте. На первом этапе диспансеризации проводится анкетирование пациента, сбор анализов, измерение антропометрических данных и глазного давления, проведение флюорографического и ЭКГ-обследования, онкоскрининг. Если выявлены факторы риска, то пациент направляется на второй этап к узким специалистам. 1 июня на территории гуманитарного склада по адресу улицы Пушкина, 24А, пройдет праздник для многодетных семей, посвященный Дню защиты детей. В программе подвижные игры, сладкая вата и другие вкусные угощения. Также в рамках праздника будут раздаваться продуктовые наборы семьям, в которых воспитываются 5 и более детей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 июня в России изменится форма налоговых уведомлений. Теперь в ней начнут указывать полные реквизиты платежа, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Также в документ включат информацию о вычете по земельному налогу для льготных категорий граждан. 4 июня Главное управление ЗАГС Нижегородской области проведет горячую телефонную линию по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния. Специалисты учреждения подробно расскажут о праве граждан на смену имени, установление отцовства, выдача документов, подтверждающих факт регистрации гражданского состояния, а также ответят на другие вопросы. Обратиться на горячую линию можно будет по номеру 8 831 433 06 45. В Молодежном центре начала работу Биржа труда для подростков, которая планирует потратить часть летних каникул на подработку. При себе необходимо иметь паспорт, медицинскую справку, заявление от родителей и ряд других документов. Подавать заявление на трудоустройство могут молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 93 13. Молодежный центр работает по адресу улица Куйбышев, дом 19, дробь 1. Саровские баскетболисты сыграют в финале чемпионата Нижнего Новгорода. Путевку в решающий поединок наши спортсмены из БК «Атом» завоевали со счетом 79-73, одарев команду «Горький 7». В финальном матче саровщане сразятся со своим принципиальным соперником – клубом «Шор-7» из Нижнего Новгорода. В Управлении внутренних дел Сарова в торжественной обстановке семиклассникам вручили паспорта в рамках проекта «Мы, граждане России». Эта акция – часть центральной программы Российского союза молодежи, патриот и гражданин и проходит в нашей стране с 2002 года. Ее участниками становятся школьники, которые показывают высокие достижения в учебе, спорте и общественной деятельности. Уважаемые гости, торжественное мероприятие, посвященное вручению паспорта гражданинам Российской Федерации, объявили открытым. Пятерых старшеклассников из разных школ города в этот день объединило одно событие – получение паспорта гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке. Выбор пал на них не случайно. У них отличные успехи в учебе, спорте и творчестве. Также ребята приняли участие в конкурсе «Мы, граждане Российской Федерации». И они рассказали, почему достойно быть гражданином Российской Федерации. В основном эти дети социально активные, участвуют во всех делах школы, города. Поддержать своих детей пришли родители и педагоги. Для них торжественная церемония была не менее волнительной, чем для подростков. Для нас, конечно, выпала огромная честь получить в торжественной обстановке паспорт. Старшего, конечно, ребенка у меня такого не было. Мы, конечно, очень волновались. Дочка плохо спала даже сегодня. Начальник Саровского УВД объяснил старшеклассникам правила хранения паспорта, а также напомнил об ответственности, которой наступают с 14 лет. В Центре внешкольной работы подвели итоги деятельности за прошедший учебный год и рассказали о планах на летние каникулы. На базе клуба «Мечта» прошло собрание Содружества клубных активов «Замыкая круг». Подростков и студентов, проявивших себя в общественной жизни, наградили дипломами и памятными подарками. Конец учебного года – это время подводить итоги проделанной работы, анализировать допущенные ошибки и благодарить педагогов и учеников. В Центре внешкольной работы воспитанники подготовили для своих наставников шуточную сценку экспромт о том, как происходит процесс обучения в клубах по месту жительства. Педагоги тоже не остались в долгу и высказали теплые слова благодарности своим ученикам. Мы радуемся, что вы такие у нас хорошие, приходите к нам каждый день, радуете нас своим появлением. Лучезарные, цветущие, иногда немножечко плачущие. Вам нужно вытереть нос, вам нужно, так сказать, вытереть слезки, а кого-то надо поддержать. А кто-то такой интересный расскажет, что с вами ужить хочется. Я ведь правильно говорю, Тедобойки? На итоговом собрании отметили плодотворную работу активистов Центра внешкольной работы. За особые успехи в обучении, творчестве и спорте им вручили дипломы и памятные подарки. Он действительно был очень интересным и очень насыщенным. У каждого объединения. А вы действительно все разные. Дмитрию Евтайкину из клуба Греции пришлось выходить несколько раз. В сценке он играл роль лоботряса, затем получал диплом по итогам года и вместе со своими товарищами по клубу представлял макет эмблемы Содружества клубных активов «Сила». На ней ребята изобразили Центр внешкольной работы Большим Муравейником, а воспитанников и педагогов – его трудолюбивыми обитателями. Автором идеи был я вместе с моим другом Павлом. Мы собрались на тренировки и обсуждали эмблему. Кого возьмем за основу. Всего было представлено шесть макетов эмблемы. Активисты клубов презентуя свои проекты подробно рассказывали о символах, которые взяли за основу. Выбирать лучшую эмблему будут голосования в сети интернет. И уже к новому учебному году Содружество обретет свой отличительный знак. Студия эстрадной и народной хореографии «Задоринки» выступила на всероссийском конкурсе «Крылья» в Саранске. Всего за звание лауреатов фестиваля боролись 48 коллективов из 13 городов России. Саровчане представили на конкурс 9 танцев. По итогам выступлений коллектив Дворца детского творчества завоевал 7 призовых мест. Подробнее о победах юных танцоров расскажем в следующем репортаже. Воспитанники студии «Задоринки» представили на суд-жюри 9 танцевальных постановок в различных стилях и направлениях. В том числе новый номер «Барадвейский джаз» в исполнении Дианы Кукушкиной. Для девушки это был дебют в качестве сольной исполнительницы. «Я понимала, что это мой самый первый раз, самый первый показ номера. Честно, я не ждала от него каких-то больших успехов сразу, потому что я понимала, что все-таки где-то недоработала, где-то что-то не так. Но я очень сильно обрадовалась, когда узнала, что заняла третье место. Для меня это была огромная честь». Среди других наград коллектива «Задоринки» диплом первой степени за народный танец звания лауреата второй и третьей степени. Для коллектива, который только третий раз принимает участие в конкурсе «Крылья», это большое достижение, поскольку конкуренцию им составляли ведущие танцоры страны. «Приходилось танцевать на одной сцене с заслуженными коллективами, с образцовыми, с театрами танцев. То есть коллективы, которым уже по несколько лет, несколько десятков лет. И во главе таких коллективов, как правило, стоит целая команда. То есть это руководитель, это отдельный человек, это репетитор, постановщик». Учитывая серьезную конкуренцию, такое количество званий и наград стало сюрпризом и для руководителя студии, и для юных танцовщиц. Их коллектив самый лучший, уверен «Задоринки», а секрет успеха в слаженной работе всех участниц. «Эта победа дает нам стимул к новым победам, открывает новые стороны танца». Сейчас «Задоринки» готовится к очередным выступлениям. Увидеть как новые, так и давно любимые номера коллектива на большой сцене саровчане смогут на предстоящих летних праздниках в нашем городе. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова